Друзья, всем доброго дня снова и сейчас мы говорим про Orbitz и разберем блокчейн данного проекта и вообще поговорим про технические особенности проекта. Так вот, данная технология дает клиентам этого проекта преимущество, обеспечивая скачок от поколения более безопасный и надежный блокчейн версии 5.0, которая способна осуществлять более 1 миллиона транзакций в секунду, конкурируя с крупнейшими финансовыми компаниями мира. Обладая способностью создавать синергию между криптовалютами, адаптироваться к конкретным соответственно потребностям пользователям, разделять и объединять в себя, блокчейн Orbitz обеспечивает более точный и быстрый и надежный поток передачи данных. Это позволяет пользователю управлять активами в сложной иерархии через свои монеты Orbitz. Также интегрированное программное обеспечение для майнинга Orbitz 5.0 обеспечивает для клиентов безопасную, соответственно, транзакцию по всему миру. Также активные пользователи платформы будут частью данной экосистемы, транзакции майнинга будут иметь время выполнения менее 0,2 секунд. Также хочу рассказать про новое поколение FinTech. То есть, важно понимать, что маркетинговая компания Orbitz Трансфер запустила амбициозную компанию по установке физических филиалов по всему миру. Данные филиалы будут содержать банкоматы Orbitz самообслуживания и также будут оказывать виртуальную помощь на базе АИ. В отделении Orbitz вы сможете выполнять любые финансовые операции и услуги, к которым привыкли в своем обычном банке, то есть платежи, переводы, снятие средств, депозиты и инвестиции. Также в избирании хривических ошибок и мошенничества, а также в соответствии с данной миссией, в качестве автокализирующей иностранизованной службы, в филиалах Orbitz не будет каких-либо сотрудников. Вместо этого клиентам будут помогать продвинутые роботы виртуального чата с искусственным интеллектом, в конечном итоге даже голограммы. То есть, вот здесь мы видим в правом углу экрана, давайте я специально покажу крупно, вот так вот будет выглядеть помощник. Также важно понимать, что не будет заниматься оплаты за транзакцию, не тратится время пустую и будет, в общем-то, соответственно, хорошее обслуживание для клиентов. Вот, а также есть хорошее, кстати, видео, где есть описание данного проекта, то есть, соответственно, презентация проекта Orbitz, ну, можете с вами посмотреть, я запускать прямо сейчас уже не буду. А также здесь есть еще различные решения, то есть, традиционные инвестиции и торговля, они, понятно, что всегда были под управлением банков, корпораций и правительства, которые, конечно же, безжалостно контролировали доступ, действовали непрозрачно и, соответственно, важно понимать, что, в общем-то, здесь про тестеризацию речи не было в принципе. Понятно, что это вызывало низкую ликвидность в виртуальном крипто-пространстве и также помешало разработке единого простого использования интерфейса для доступа к рынкам для такого пространства. Также еще более насущным является то, что защитительность и жадность по-прежнему мешают более чем 3 миллиардам людей, имея совершенно не иметь денег, что, конечно же, тоже нехорошо. Вот, соответственно, данный проект Orbitz будет решать эту ситуацию. Также скажу еще про платформу Orbitz несколько слов, тоже думаю, что это важно. Так вот, что здесь есть? Есть коммунальная монета Orbitz, стабильная валюта, которая предназначена для использования клиентами, Orbitz для осуществления платежей, сохранения активов и перевода без комиссий и все это, конечно же, будет без риска, обесценивания или же потери. Также монета безопасности Orbitz и, соответственно, поддерживаемая акциями компании Orbitz Solutions, она будет выпущена для широкой публики для обмена криптовалют, торговли против других криптовалют. А также все пользователи могут обменивать свои криптовалюты или бумажные валюты непосредственно на монеты Orbitz и затем они могут управлять своими активами через, соответственно, один интерфейс с помощью карты Orbitz, приложения для смартфона или настольного программного обеспечения. Вот, ну и что бы я еще хотел добавить, то что все пользователи Orbitz будут иметь виртуальную поддержку 24 на 7. Это тоже, конечно же, большой плюс. Ну и далее мы видим, что карта Orbitz будет выпускаться, вот здесь кредит-карт видно, соответственно, что появляется и, соответственно, это, конечно же, тоже большой плюс. То есть, в общем-то, вы можете ее заказать. Также есть мобильное приложение, есть Orbitz, соответственно, банк, да, и, соответственно, Orbitz будет доступен на разных устройствах, то есть видно было, что там и на планшете, и на мобильном телефоне, опять-таки, да, и на ноутбуке, то есть на любом устройстве можете пользоваться им. Также есть, естественно, у этого проекта White Paper, то есть белая бумага, вот есть она на разных языках, конечно же, главный язык английский, но, опять же, если вам интересно, можете почитать на другом русского языка. Да, здесь, к сожалению, нет у них, но, тем не менее, есть много других, которые тоже, возможно, вы знаете, на котором сможете прочитать, соответственно, белую бумагу. Ну что ж, на этом тогда я заканчиваю описание блокчейна данного проекта. Тогда спасибо за то, что посмотрели этот обзор, и всем пока, и до встречи уже в новом моем обзоре.